Кукуруза сахарная. 10 квадратных метров. Кабачки, патиссоны. Также 10. Сколько грядок морковки и какой сорт капусты? На такие вопросы приходится отвечать не только аграрным организациям, но и владельцам личного хозяйства. Ну это было смешно. То есть я сразу, ой, сколько же, я там же не меряю. Ну там посадила, сколько пакетиков купила и все. Ну пусть она подробная будет. В принципе, это же для статистики нужно, не для того, чтобы там кто-то посчитал, ага, у тебя там 10 грядок, а у меня 5, посажу-ка я себе еще 10. Кроме насаждений, в статистике отмечают цель производства, площадь огорода и количество поголовья. Крупнорогатый скот, козы, свиньи и птица. Эти сведения помогают определить структурные изменения в сельском хозяйстве. Например, выявить сокращение определенных культур или динамику роста пассивных площадей. Однако такими подробностями делиться хотят далеко не все. Сталкивалась, конечно, я с тем, что человек не хочет отвечать. Некоторые с опаской отвечают. Но пытаюсь объяснить, растолковать, что здесь ничего страшного, что мы переписываем культуры и площади чисто для статистических данных, никак не для налоговой, в основном боятся, что налоговая. Сейчас на территории края работает более 900 переписчиков. До конца августа им нужно исследовать свыше тысячи сельхозорганизаций, более 4 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также 374 некоммерческих гражданских объединений и около 500 тысяч личных подсобных хозяйств. Около 50% уже сейчас опрошено, получается, личных подсобных хозяйств и некоммерческих объединений граждан, это переписчиками опрошено. А также у нас около уже 30, больше 30% сельхозорганизаций и крестьян сдали сами в электронной, с помощью электронно-цифровой подписи, сдали сведения у нас в Алтайском крае. Оперативные сведения микропереписи появятся в открытом доступе уже в декабре этого года. Окончательная статистика будет опубликована к концу 2022-го. Ну а пока алтайским переписчикам предстоит разговаривать еще не одну сотню земледельцев. София Яценко, Александр Лизератов. День с толком.